Ну что, ваш любимый блогер отработал два дня, глаза закрываются. Не перестану говорить, что в 6 утра подставать для меня, это вообще очень тяжело, я не высыпаюсь. И сейчас получила такой прекрасный, добрый комментарий, что человечку нравится смотреть мой канал. Когда я получаю такие отзывы, их очень мало, но когда вот прям пишут, что мне нравится смотреть ваш канал, понимаете, это такая, знаете, благодарность, такая плата за мой труд, что вот я действительно трачу свое время, ну по-своему мне хочется и выговориться, по-своему мне хочется с вами пообщаться, по-своему мне хочется получить какую-то психологическую помощь, не без этого, какие-то советы вы мне даете, я вам что-то про себя рассказываю, покажу. Ну короче, я считаю, что такой взаимообмен на моем канале, опять же, вы читаете комментарии других людей, потому что что-то полезное из себя можете почерпать, поэтому, поэтому канал мой очень полезный и очень интересный. Надеюсь, всем нравится его смотреть, даже моим хейтерам, это, наверное, нравится его смотреть, просто, знаете, я вчера не договорила на тему нарциссов, они в принципе всегда всем недовольны, вот даже взять моего мужа, всегда, то есть эти люди все очерняют, им все плохо, все не то и не эдак, как себя вести с нарциссами, или все время хвалить, или не вестись на их вот эти манипуляции в плане негатива, просто создавать такую вот нейтральную обстановку, это очень тяжело, вот сейчас у меня задача, я уже с вами говорила, эмоции, то есть вот даже я на кассе сижу, люди же разные, выводят на эмоции, я стараюсь ровным голосом им отвечать, и я считаю, это моя такая отработка, что я вернулась в Беларусь, вот, все же, как я в одном своем видео говорила, что я прожаю находиться в школе жизни, и поэтому какие-то уроки я не прошла, меня вернули обратно в Беларусь, я эмоционально нестабильна, говорю, могу вспылить, но работаю над собой, и еще хотела сказать два слова про любовь к себе, вот я вчера, должна была Юля приехать, но я в пол первого, и я сразу сгорелась ее так, ну, ждать, встретить, как полагается, ребенок смотрит, приезжает, но я такая, была вымотана, я уже в пол десятого, у меня закрывались глаза, я смонтировала видео, которое вышло сегодня, отвечала на ваши комментарии, и все, и я легла спать, полбинского, я и написала, доченька, я тебя ждать не буду пол первого, я лучше вот эти два часа посплю, да, чем вот сидеть там, втыкать в инстаграме, или что, но я бы даже не смогла, физически у меня закрывались глаза, вот, и мне было так немножко чувство вины, знаете, что, как так, вот ребенок, при этом мать спит, кажется, но мне на работу, если был выходной, я бы не ложилась, но мне же на работу, а на работе мне работать с деньгами, это не просто сесть и посидеть, с деньгами, то есть с материалом ответственности, если я что-то там проморгаю, платить за свои карманы, поэтому мне надо хотя бы 6 часов поспать, 4 часа мало, вот, и я уснула моментом, Юля приехала пол первого, мы обнялись, все такое, и я сразу легла спать, Юля в душ и тоже спать, вот, и я потом ей позвонила с работы, спросила, как, что, как, чем она занимается, что будет кушать, обижена ли она на меня, то есть в такие моменты, значит, надо их проговаривать, чтобы у тебя на сердце не было какого-то камня такого, вот такой недоговоренности, что вот, может, от тебя обиделись, да, и ты будешь думать, а, на меня обиделись, то есть я у нее спросила, обиделась, но не обиделась, нормально, что я легла спать, вот, а она сказала, нет, нет, я понимаю, что тебе же отца на работу, все вот это, так что я иду домой, накупила вкусняшек, руки отваливаются от сумки, тяжелая сумка, иду домой, буду вам все рассказывать и показывать уже дома. Всем привет, всем привет, я вернулась, Юлька моя приехала с моря, с Витязевой, Юля притащила целую кучу на вкусняшки, я в шоке, мы тут полчаса рассматривали, что она притащила, так буду вам все рассказывать, показывать, вот поэтому и сломался мой чемодан, шучу, он сломался, потому что там уже было сломано колесо, и там на самом деле некуда было этот штырь вставлять, да, Юлька? Короче, завтра достану, чемодан буду вам показывать, я его еще не видела, но я представляю. Я уже помыла. Помыла? Что, грязно было? Нет, ну я вот тряпочкой протянула. Ты, короче, сейчас показывай быстренько, что Юля нам притащила из вкусняшек. Сниму свою еще красоту, загорела, кстати, на камере не особо видно, но загорела, видно, что и руки, и ноги, и живот. Короче, загорела, моя красота. Даже немножко кое-где загорела, но все равно виден такой загар, вот именно, что с моря, не белорусский, а морской. Такой легкий, но виден вот на животе, виден. Так, ну что, показываем, Юля, рассказывай, что тут у нас. Сверху начнем, ты рассказывай. Так, Юля нам все рассказывает, сверху начинаем. Чипсы, огурец с укропом, шашлык. У нас таких вкусов нет, Юля сказала. Ну, таких нет, таких может где-то и найти можно, но тоже не во всех. Но с огурцом точно нет? Нет, но сольные огурчики нет. Так, вот это стакетики ты мне показала. Это что, корица? Это корица. Такая, может быть. Чипсы с курицей тоже у нас нету, я не видела нигде. Мед жидкий, не знаю сколько, тут, но 300 рублей Россия. Короче, цены в России, не знаю сколько белорусских, все цены в России называют. Жидкий мед хотелось мне. Доктор Пеппер с кокосом и черри. Два липтона, вот липтона у нас в Беларуси нету вообще. Вот это самое вкусное, вот это? Самое вкусное, это орешки макадами. Я попробовала. Обожаю их. Ань, еще покажи, как они открываются. Тут дают всегда такой ключик. Вот тут есть такой разрез и просто вставляется в ключики так. Я пробовала другой стороной, у меня не получалось. Говорю, Юля, как ты это делаешь? У меня не получается. Они такие вкусные. Пишите в комментариях, кто ел эти орешки. Я первой жизни попробовала, надо было догадать желание. Ну ладно, надо переснять. Надо переснять этот момент. Так, дальше покажешь. Пастила? Ну, она пока не сильно вкусная. Ну, нормально. А чья она? Российская получается, да? Делка, наверное, да. Маленькая антолика, типа сувенирная. Это чай, чай. Чай с вкусом шоколада. Шоколадный, фруктовый сад. Фруктовый сад. Да, такой брызги шоколадского. Очень дешевый чай, по 150 рублей, да, типа? 150 рублей 100 грамм. Россия 150 рублей 100 грамм. Типа у нас дороже в Беларуси. Чай намного. И молочный лоб зеленый. Да. Ручилка набрала чаев. Мой любимый чай. Еще на подарки набрала. Милка. Милка фруктов над шоколадом. Ну, такая у нас есть. Таких. Ну, только есть и на рынке, наверное, у нас есть какие-то. Орео, воздушный и с черри. Да. Смешно. Чудо. Ну, такое чудо и такой филдер. Киткат. Киткатов у нас тоже нет. Ну, что ж. В магазине нет. То есть, это, наверное, такие, которые привозные, то есть. Ну, и такие штучки. Сейчас будем есть их. А еще лавровый лист. Еще лавровый лист. Зеленый. Ну, на этом, на боясе, на веревочке. Ну, на веревочке. Вот такой прикольный. Какой стоит? 150. Ну, он еще был длинный, я еще бабушке разрезала. Она еще поделилась с бабой Любой. Да. Это еще не все подарки. Пойдем в комнату снимать. Так, здесь Юлька вот эти топы купила себе. С верблюжей шерсть. С верблюжей шерсть, блин, все, Ира устала. Я ехала, говорю, зачем ты ракушки покупала, они денег стоят. Скажи, что она тебе наехала? Мать, все, денег жалко ей. Она их насобирала. Юля, я в шоке. На пляже вот такие ракушки есть, просто в песке. Да, я ездила на джип-тур, и там, получается, как мы далеко заехали на дикий пляж, и морем выбрасывают такие ракушки. И сколько стоит этот джип-тур? 2000. 2000, это где-то, наверное, рублей 80, наверное, белорусский, да? Короче, я притащила ракушек. Купила мне брелок, любимой маме. Браслетик, ну, естественно, этот магнитик. Ну, и самое главное, салантра, салантра, который продается только в России. Представляете, в Беларуси нет. Это средство от розоцея. Розоцея, сейчас покажу, что такое. Розоцея, знать не знала, благодаря моим подписчикам поставили мне диагноз, что у меня есть розоцея. Это вот на лице, вот это вот красное, да, сосудики. То есть, они в основном в старческом, таком вот уже у стариков появляются, у мамы моей были, я обращала внимание, да. А тут, получается, и у меня, вот как бы на поверхности эти сосуды, это из-за солнца, то, что я жила на Тенарифе. У меня в Беларуси такого раньше не было. У меня краснели щеки, да, вот от мороза, там от алкоголя, если я выпью. Но вот так вот прям, чтобы были видны сосуды, нет, это только последний год у меня стало появляться, а то, что я была все время на солнце и не мазала солнцезащитным кремом, да. Так что теперь буду лечиться розоцея. Так что теперь буду лечиться салантром. Мне Ирина из Гомеля писала, что суперэффективное средство. Ну, продолжим снимать подарки. Так, и здесь Юлька еще притащила два подарочка. Чаи тоже купила, чаи такие порционные подружкам в подарок. И папе вот такая бутылка алкоголя выиграла в каком-то суперконкурсе, да, Юля? А вообще я сегодня раскрутила двух парней на Твикс с утра, потому что с утра у меня все идут, это, опохмеляются, кто за леном, кто за водкой. Они раз пришли, два пришли, а потом что-то там угостил. Короче, своего друга купила ему чекушку, я говорю, о, как хорошо, когда угощают. Я говорю, меня в следующий раз тоже можно угостить. Я говорю, так давайте мы вас угостим. Короче, раскрутила парней на Твикс. Ты покажу, что я купила, но у меня такое, знаете, короче, все по тесту. Юля сказала, что есть не будет, потому что она устала есть все в дороге. Так, мой Твикс, шоколадное масло, вот я на него посматриваю. Я сейчас покупаю все, что мне хочется. Вот, захотелось покупаю, я пару смен думала надо, но мне не надо. Решила, что надо купить, раз я о нем думаю. Значит, надо купить и буду есть. Купила вот такие булочки, их уже растаяли с сахаром. Здесь со смородиной, тыком, вареницем. Здесь у меня беляши, пирожки с картошкой. Такие, короче, вкусное, вкусное тесто. Это наше производство делает. Взяла такой шпик, хочу борщ сварить. Кстати, Юля сейчас бы сам банку покажет. Будем варить борщ. И она покупала в дорогу, уже, конечно, она подстыла, засохла, лепешку. И сочник мне привезла. Такой, говорит, ручная работа, да, типа сами пекут. Здесь у меня еще пирожные, да, корзиночки. Я уже одну съела. Будем сейчас пить чай. Так, и завтра будем варить борщ. Спасибо бабушке Любе, да? Вот у нас есть свекла. Единственное, что я курицу не купила, там была косточка, да? С грудки сварим тогда. Вот, или лету, или откроем. Картошка есть, сметана есть. Будем, короче, варить завтра борщ, Юлька, с тобой. Вавтра борща? Да, все. Будем варить первое. Здесь вот остатки сладкие называется. Ага, я еще... Что-то Юля еще привезла. Что это вообще? Мини-дыня. А что у нас сухнет? Она же должна нормально. Ну, я думаю... А ты такую резала, ела там? Да, да. Она же нормальная, у нас же твердая. Я думаю, просто покупала. А, давно покупала? Да. Как раз подожди, подожди. Ну, на холодильнике стояла. Ну, сейчас мы уже не будем есть, уже завтра, а после завтрака. На завтрак сидим. Так, Юля нам уже заварила чаек. Вот этот рассыпной, да? И мои сливы. Так, тут пересыпала, да? Вот этот фрук-фрук. Так, были фрукты какие-то. Да, фруктовый сад. Фруктовый сад. Не до фокуса, фруктовый сад. Заварила этот чай. Это вообще черный или зеленый? Зеленый. Ага, зеленый, думаю, черный. Смотри, какой темный. Ну, вот так вышло. Так, и слива. Я уже съела тоже две сливки. Юля сказала, что вкусная слива. Все, будем пить чаек и пировать. Я и на работе с ней целый день ела. Ну, так говорится, гулять так гулять. Пришла, тоже буду что-то вкусное. Есть, да, пить чай. Пьянство, бой, да. Завтра, Юля, говорю, будем пить пиво. Шучу. Завтра будем, я куплю томатный сок и будем есть чипсы. Короче, завтра будем варить борщ и есть чипсы. Заканчиваю это видео. Я такая довольная, такая счастливая, столько вкусняшек. Спасибо, доченька, Юленька, моя любимая, что ты столько мне вкусняшек привезла. Я люблю вкусняшки. Я же собака. Ты скажи людям, как ко мне найти подход. Вот скажи, виду. Через еду. Надо мать накормить, чтобы она не кричала. Чтобы она не кричала, да, Юля? Да. Я же собака. Погода. Как? Все, будем прощаться? Прощайся. Всем... Нету. Поставьте лайк. Поставьте лайк. Нам. Поставьте лайк. Оставьте комментарий. Оставьте комментарий. Подпишитесь на наш канал. Подпишитесь на канал обязательно. Отправьте супер спасибо. Тоже неплохо. Да. Ну все, всем-всем хорошего. Хорошего отдыха в сентябре. Возможно, кто-то едет на море. Юля очень понравилась. Да, наверное, завтра мы с ней им проветесь его, да? Понравилось тебе или нет? Все, будем прощаться. Садиться пить чай. Все, всем пока-пока. Пока-пока.